Совсем скоро все эти полки с книгами будут полными благодаря активным и неравнодушным ульяновцам. У нас в городе стартовала акция по сбору книг для детей Луганска и Донецка «Дети детям». Принять участие в ней могут все желающие до 20 августа. С 2014 года на территории Украины были запрещены российские издания и российские писатели. Многие дети Донбасса долгое время не имели возможности держать книги в руках, знакомиться с детской классической литературой. Чтобы восстановить историческую правду и справедливость, было принято решение собрать и направить детям ДНР и ЛНР книги отечественных писателей и поэтов. И нам искренне хочется, чтобы вот эти книги попали в руки деткам в наших дружественных территориях. И вот дворец стал той точкой, где мы предлагаем всем нашим горожанам, жителям Ульяновской области, принести книги для того, чтобы мы могли передать детям. Детям разного возраста – это и дошкольники, и дети школьного возраста. Мы в министерстве и среди коллег уже объявили эту акцию и проводим сбор книг. Акция проводится российским движением школьников вместе с Федеральным министерством просвещения. Организаторы проводят сбор художественных, общеразвивающих книг и специализированной литературы для детей на русском языке. Участница российского движения школьников Ксения Хрусталёва в детстве больше всего любила читать Денискины рассказы Виктора Драгунского. Школьница решила лично принять участие в акции и поделиться книгами с детьми из Луганска и Донецка. Я сама принесла книги маленькие, наверное, вы видели такие, где много ярких картинок, потому что мне кажется, что именно маленьким детям было бы интересно смотреть такие книги. Другая активистка российского движения школьников из Ульяновска Алина Благовская поможет упаковать собранную литературу и отправить ее на Донбасс. Активисты в Душа приходят в сборы книг и упаковывают их. Сначала мы уносим название книг и для кого они предназначены в специальный реестр. Потом упаковываем в их полиэтиленную упаковку по 8-10 штук и сверху крепим логотип акции. Только потом погружаем уже в коробки. Все книги передаются в штаб мы вместе и позже отправятся на значительные места. После тщательной проверки содержания литературных произведений все собранные книги направят в Ростов, а затем в Луганск и Донецк. Принести книги можно в областной дворец творчества детей и молодежи по адресу улица Минаева, дом 50, с 9 до 17 часов, с понедельника по пятницу. Важно, чтобы книги были на русском языке и в хорошем состоянии.